Политическая зима в России началась гораздо раньше календарной. Накануне в Москве прошел ледяной дождь, а в политике он так и не заканчивался, обливая холодным душем гражданское общество. Сегодня граждане вышли на Тверской бульвар для того, чтобы пройти шествием, протестуя против нарастания политических репрессий в России. Кремль приказывает сажать с открытой душой. Сегодня в СИЗО отправляются самые активные, завтра закроют тех, кто был замечен в паре протестных акций, а послезавтра примутся присаживать любого, кто высказал малейшую нелояльность. К примеру, за анекдоты. Все это уже было, но генетическая память диктует – не высовывайся, а то возьмутся из-за тебя. А ведь возьмутся непременно, ибо репрессивная машина так устроена, ей необходима свежая кровь ежедневно, и насытить ее невозможно. Нельзя допустить, чтобы страна скатилась действительно в диктатуру, в тоталитаризм, чтобы людей невиновных только за их взгляды, за их гражданскую позицию сажали в тюрьмы по самым чудовищным обвинениям. Я сам сегодня фигурант нескольких уголовных дел. Мне предъявляются безумные совершенно обвинения, которые абсолютно не основаны на фактах, а основаны на политическом заказе. И сегодня мы должны действительно защищать друг друга, по принципу один за всех, все за одного. И сегодня, и 15 декабря, и главный залог здесь, конечно, массовость. У нас сидят товарищи, и надо использовать любые формы, чтобы их поддержать, чтобы привлечь внимание. И театрализация – это достаточно свежо и правильно, я считаю, в данном случае. Ну, обыватель может сказать, тебя посудят, а ты не протестуй. Что вы ему ответите? Ну, в данном случае, просто если не протестовать, то мы очнемся в антиутопии, и это станет реальностью, и тогда робу оденет уже тот, кто будет мне давать такие советы. У нас просто есть установка, мы просто выполняем приказ. Мы сюда пришли. Нам сказал руководство, он пришли. Мы так, мы подчиняемся руководству, мы выполняем все их приказы. Какое руководство? Откуда оно? Много руководства, очень много. Наш руководство – партия, мы подчиняемся партии. Какой? Какой партии? Великой партии. Партия Путина, партия Путина. А, партия Путина – ваш рулевой, да? Партия Путина – наш рулевой. И она вас вооружила? Она только нас вооружает постоянно. И вас натравливают на людей, да? Мы выполняем приказ. Наша задача – конвоировать заключенных к месту суда, а дальше осуществить приговор, который будет вынесен судом. Я считаю, что данная власть нелегитимна. Я придерживаюсь других позиций, нежели нам пытаются впихнуть определенное мировоззрение. Я мыслю иначе. Это мой главный грех. Нам говорят, что, пожалуйста, мыслите иначе сколько угодно. У нас свобода слова, у нас демократия. На факте оказывается, что все не так. А как? А сажают людей, которые идут против. Ну, нас убеждают, что они все совершили какие-то преступления, что они засланцы. А активно в этом убеждают. А так ли это? Остается думать каждому. Я, например, знаю, что это не так, потому что многие мои друзья сейчас сидят. Я всегда и везде свободу собрать. Вас не спасут. Препрессиям нет сопротивлению. Да, репрессиям нет сопротивлению. Да, репрессиям. Выйти на улицу! Верни себе город! Они шли по Тверскому бульвару под настоящим конвоем, организованным государством. Как говорится, все для вас, за ваши деньги, за ваши налоги. Вас и отконвоируют, вас и посадят. А театральщина в России всегда условно, мгновенно превращается в реальность. Полиции было много. А еще сотрудников Центра Э. Того, что был набран из распущенного рубопа и переименован в Центр по борьбе с экстремизмом. Правда, борются они не с теми, кто взрывал дома или метро. Эти борцуны заточены на сбор картотеки. Если вы пришли на митинг, не сомневайтесь, что эшники зафиксируют ваше лицо. А там неприятности на работе, разговоры «тебе что больше всех надо» и прочее вкратчивая чушь. Хотя на бытовом уровне вполне убедительное. В шествии принимает участие от 100 до 150 человек. Тем не менее, ОМОНа, полиции так много, что они готовы конвоировать, пожалуй, сразу же в Сибирь. Но люди уже ничего не боятся. Этот гражданин за организацию профсоюзов и активную социальную деятельность признается врагом народа и приговаривается к расстрелу. Этот гражданин за противостояние нацизму и за антифашистскую идеологию признается врагом народа и приговаривается к расстрелу. Этот гражданин за феминизм, за желание наделить женщины равными правами с мужчинами, признается врагом народа и приговаривается к расстрелу. Этот гражданин за свободное выражение своих мыслей и желание пользоваться свободой слова, признается врагом народа и приговаривается к расстрелу. Этот гражданин за отрицание истинности и верности действий русской православной церкви признается врагом народа и приговаривается к расстрелу. Приговор привести в исполнение немедленно. Это театр, пока что в Новопушкинском сквере, так сказать, изопов язык. Но, как говаривал Александр Сергеевич Пушкин, сказка-ложь давней намек. Тем более, что лжи в нашем обществе становятся все больше и больше. И жить в России, и думать иначе, становятся все опаснее и опаснее. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ